всем привет дорогие друзья сегодня у меня будет довольно необычное видео сегодня не будем готовить сегодня будем выращивать сегодня рубрика сад и огород будем выращивать фасоль у меня вот такая фасоль которая называется маш или бобы мунг здесь всего лишь 100 граммов вот этих бобов посмотрите как это мало и сейчас я вам покажу сколько из этого количества сухих бобов получается ростков сегодня будем их выращивать двумя способами один способ мне кто-то из подписчиков прислал видео кстати видео тоже вьетнамского канала где выращиваются бобы вот в такой бутылке я попробовала этот способ потом покажу ближе что у меня получилось конечно даже отсюда сейчас вы видите что бобы выросли но конечно результат меня не сильно удовлетворил потому что обычно эти бобы я выращиваю другим способом из которого получается вот такая красота и этот способ сто процентов получится у всех посмотрите вот сколько проросших ростков получается у меня вот из 100 граммов вы видите какая красота посмотрите ближе как замечательно у меня выросли ростки они получились просто такие шикарные посмотрите какие они крепкие классные и всего лишь прошло четверо суток за четверо суток вы можете собрать вот такой урожай ростков и приготовить из них самые интересные блюда конечно некоторые рецепты я обязательно покажу у себя на канале друзья и я конечно сразу не хотела показывать в какой именно кастрюле выращиваю эти бобы я у себя дома потому что вид в этой кастрюле не такой презентабельный это моя старая пароварка но вы знаете она такая удобная и я в ней постоянно выращиваю эти ростки фасоли потому что она большая крышка достаточно такая плотная и получается совершенно не попадает солнечный свет и ростки получаются именно такими какие надо и друзья конечно видите вот пароварка как обычная пароварка здесь вот это вот сито и здесь обычная кастрюля сейчас я вам достану эти ростки я не устаю повторять 4 дня четверо суток фактически и посмотрите какое чудо вырастает вот я сейчас подниму ростки у меня еще здесь вот скапывает немного влага с марлей вот этот способ выращивания ростков сейчас это делаю конечно самый простой и он точно получится у всех посмотрите это просто красота вы видите четверо суток и никакой химии никаких удобрений все чистое вы уверены что все эти ростки просто потрясающе вкусные и полезные и вы можете спокойно их давать в своей семье своим детям какая польза в этой именно посуде у меня получаются ростки абсолютно растут без света и поэтому они вот такие именно крепкие и белые совершенно нет зелененьких конечно вот в том тазике белом я хотела чтобы вид был более такой презентабельный но он немного пропускает солнечный свет и листики получается немножечко зеленые а здесь видите какая красота получилась и вот так постоянно я дома выращиваю вот эти ростки фасоли потому что мы их очень часто едим для того чтобы прорастить фасоль нам в первую очередь понадобится замочить семена фасоли посмотрите как выглядят эти семена это семена азиатской фасоли или их еще называют маш или бобы мунг посмотрите у меня вот такой пакетик с этими семенами они вот такие маленькие зелененькие овальной формы здесь у меня 100 граммов семян заливаем бобы чистой водой и оставляем таким образом бобы в этой воде на одни сутки закрываю сверху бобы тарелкой и ставлю в теплое место у меня прошли одни сутки посмотрите как увеличились бобы и они уже вот здесь вот так вот проклевываются вот такие росточки небольшие посмотрите семена я буду проращивать в обычных пластиковых бутылках лучше использовать бутылку из-под обычной простой воды сейчас надо сделать в бутылке дырочки если у вас есть паяльник сделать это очень просто если у вас нет паяльника в наличии дома значит можно просто накалить какой-либо гвоздь на огне и сделать такие дырочки в бутылке при помощи обычного гвоздя сделала дырки внизу на дне и сейчас делаю вот такие частые дырочки по всей бутылке я это делаю на балконе у себя чтобы не было никакого неприятного запаха дома для проращивания этого количества бобов мне вполне хватит две вот такие пластиковые бутылки вы видите сколько у меня здесь получилось много дырочек сейчас при помощи вот такой лейки я буду набирать бобы в бутылке бутылки я закрываю крышкой и теперь вот так распределяю фасоль и выкладываю бутылки в форму должен быть какой-то поддон чтобы мы могли поливать фасоль и сейчас бутылки с бобами я закрываю влажным полотенцем очень важно оставить бобы в теплом темном месте чтобы не было доступа солнца чтобы ростки не начали зеленеть они должны расти белыми в течение суток я буду открывать бобы и немного их поливать водой вот таким образом сейчас я хочу показать еще один способ как можно прорастить фасоль здесь у меня также подготовленная фасоль как и в первом варианте фасоль я замочила на дни сутки здесь у меня вот такая миска с ситом в миску я укладываю марлю и теперь сюда сверху на марлю выкладываю семена фасоли этим способом мы постоянно у себя дома выращиваем ростки фасоли он очень простой и очень эффективный результат стопроцентный после того как выложили ростки фасоли закрываем их сверху марлей сверху я марлю поливаю водой и так я полью ростки фасоли где-то два раза за сутки надо следить чтобы марля все время была влажная но и вместе с тем внизу не должно быть воды вы видите то есть в воде у меня ростки не стоят вся вода впиталась в марлю и сейчас точно также как и в первом варианте я отправляю миску с фасолью в теплое темное место сверху миску я еще накрою подносом у меня прошли одни сутки после того как я выложила фасоль в бутылки я вам хочу показать посмотрите видите я думаю здесь должно быть хорошо видно что фасоль начала хорошо прорастать теперь давайте посмотрим как выросли ростки фасоли которые я выкладывала в марлю через сутки прошло двое суток сейчас я вам покажу какие ростки в бутылках чисто внешне я вам могу сказать одно мне кажется что ростки в бутылке конечно не такие красивые получаются как в марле и здесь немного мне кажется все время не хватает влаги у меня даже муж решил в качестве эксперимента я поливала просто бутылки сверху на полотенце муж решил просто заливать воду через горлышко бутылки чтобы было больше воды мне кажется что вот действительно как будто немного недостаточно воды для чистоты эксперимента надо еще несколько дней и посмотрим где ростки будут лучше посмотрите мы берем вот брызгалку и вот так вот поливаем здесь ростки и сейчас посмотрите какие ростки на вторые сутки получаются у меня в марле они конечно выглядят намного лучше посмотрите я сейчас покажу какие корни уже выросли выросли вы видите замечательно и уже сейчас видно что ростки поднялись ростки снова закрываю и отправляю в темное место у меня прошли трое суток посмотрите какие сейчас ростки в бутылке бутылку я открываю и вот так вот поливаю здесь ростки но даже вот поливая эти ростки таким способом я вижу что реально им не хватает влаги то есть этот способ выращивания ростков мне кажется не такой эффективный будет конечно ростки получатся они будут но они будут не такими красивыми как в марле посмотрите вот сколько бобов получается у меня посмотрите ближе как замечательно у меня выросли ростки они получились просто такие шикарные посмотрите какие они крепкие классные и всего лишь прошло четверо суток за четверо суток вы можете собрать вот такой урожай и сейчас я вам покажу что у меня получилось при выращивании вот в таких обычных пластиковых бутылках сразу скажу что этот способ более сказать немного трудоемкий потому что по моему впечатлению этим бабам все время не хватало немного воды их приходилось чуть больше поливать посмотрите вот такие бабы у меня получились в бутылке конечно выглядит они не так шикарно они немножко согнуты хотя по общему виду тоже конечно они проросли но мне здесь кажется что корни выросли чуть больше чем ростки посмотрите видите сейчас я вам взвешу сколько у меня получилось по весу вот этих ростков я здесь поставила миску и обнулила весы вот это разки из первой бутылки из одной бутылки и сейчас сразу же высыпаю сюда ростки из второй бутылки вот они получилось вот 413 граммов и сейчас я оборву вот эти ростки с марли здесь конечно масса получается такая более сочная потому что здесь было больше влаги итак посмотрите вот здесь у меня получилось примерно 470 граммов бобы перед приготовлением надо промыть в большом количестве воды и вот как раз в воде вся вот эта шелуха не нужная отпадет я промываю и перекладываю в сито вы видите какая красота получается из этих ростков уже можно готовить и салаты и вторые блюда в общем все что вы хотите друзья я конечно желаю всем вырастить такой прекрасный урожай вот таких вот ростков фасоли приготовить из них что-нибудь вкусненькое ставьте лайки пишите ваши комментарии делитесь этим видео с вашими друзьями в социальных сетях мне будет очень приятно и конечно подписывайтесь кто еще не подписан на мой канал люда изи кук позитивная кухня всем пока и Продолжение следует...